Сапфо Иолейск, ДР, Греч, Пси, Альфа, Пифи, Омега, около 630 года до н.э., а в Лисбос 5.7.2, древнегреческая поэтесса и музыкант, автор монадической мелики, была включена в канонический список девяти лириков. Жизнь Сапфо Фиолка Кудра, сладко улыбающаяся, чистая, писала не ее друг поэт Алкей. Биографические данные Сапфо скудны и разноречивы. Она родилась на острове Лисбос в Митилене. Ее отец с командронем был новым аристократом. Будучи представителем знатного рода он занимался торговлей. Ее мать звали Клейдой. Помимо Сапфо у них было трое сыновей. Чувство слова и ритма обнаружилось у Сапфо в раннем возрасте и, по-видимому, уже с ранних лет она писала гимны для хора, выступавшего на термийских панигиреях, главном религиозном празднестве Митилены, которое было посвящено Ортемиде Термии, древней богине, хозяйке водных источников на Лисбос. Помимо гимнов для хора Сапфо писала оды, гимны и легии, праздничные и застольные песни. СМ об этом в детальном исследовании Тагаймякина. В середине 7 в ДНЕ в Митилене произошло упразднение царской власти, место которой заняла олигархия царского рода пенфелидов. Вскоре власть пенфелидов пала в результате заговора и между ведущими аристократическими семействами разгорелась борьба за первенство. В 618 ДНЕ власть в городе захватил некий Миланхер, которого древние авторы называют первым тираном Митилены. Вскоре Миланхер, объединенными усилиями поэта Алкея, его братьев и будущего тирана Митилены Петтака, был свержен и убит. Тираном Митилены стал Мерсил, политика которого была направлена против определенных представителей старой метиленской знати. И многие аристократы, в том числе род Сапфа, были вынуждены бежать из города. Сапфа находилась в изгнании в Сиракузах на острове Сицилия до смерти Мерсила, когда смогла вернуться на родину. Она жила в городе Митилена. Почему впоследствии ее и стали называть Сапфа Митиленской по легенде, в это время ей увлекся Алкей. И даже фрагменты их лирики соединяются в поэтический диалог в доказательство того. Однако, как доказывает Г.Надь, такой диалог едва ли имел место в реальности. Песни Алкей исполнялись на симпосиях, пирах мужчин. Песни же Сапфа предполагали обстановку пиршеств или празднеств фиаса замкнутого культового содружества девушек и женщин. Существует еще одна легенда о поэтессе, что она влюбилась в моряка Фаона, который презирал женщину и интересовался только морем. Каждый день он уплывал на лодке и по легенде Сапфа дожидалась его возвращения на скале. Однажды Фаон не вернулся и она бросилась в воду. Это легенда сплетения мифа о морском божестве острова Лизбос Фаоне, который однажды перевозил Афродиту. И она дала ему специальное снадобье, благодаря которому все женщины, его видевшие, влюблялись в него. Этот миф красиво сплетался с образом известной поэтессы Сапфа и поэтому возникла такая легенда. Сапфа вышла замуж за богатого Андрейца Киркила. У нее родилась дочь, которой Сапфа посвятила цикл стихов и муж и ребенок Сапфа прожили недолго. Социальный статус женщины на Лизбос отличался большей свободой, чем в прочих областях греческого мира. Женщины в социальной активности здесь не имели почти никаких ограничений. Часть семейного имущества, например, могла передаваться по женской линии. Вместе с мужскими гетериями на острове сохранялись фиасы аналогичные содружества женщин. Сапфа возглавляла такой фиас культовые объединения, посвященные Артемиде, а также Афродите. Одной из задач этого фиаса было приготовление к замужеству знатных девушек предсвадебное служение Артемиде, которое должно было обеспечить девушке впоследствии успешной роды. В рамках программы фиаса Сапфа обучала девушек музыке, танцам, стихосложению. В хронологии Страбон сообщает, что Сапфа была современницей Лукея из Метилена и Петтака. Согласно Афинею, она была современницей царя Леатта. Суда Византийская энциклопедия X века относит ее к 42-й Олимпиаде, имея в виду либо то, что она была рождена в это время, либо то, что это были годы ее деятельности. По версии Всевия Кесарийского она была известна к первому или ко второму году 45-й или 46-й Олимпиады. Обобщая эти источники, можно сказать, что она скорее всего родилась около 620-го года до нашей эры, или немного раньше. Судя по по-русской хронике, она была сослана из Лесбоса в Сицилию между 604 и 594 гг. Э. Если считать 98-й фрагмент ее стихов биографическим свидетельством и относить его к ее собственной дочери, это может означать, что у нее уже была дочь к тому времени, как ее изгнали. Если считать 58-й фрагмент автобиографичным, то она дожила до старости. Если считать исторически достоверным ее знакомство с родопой, то это означает, что она жила в середине Виаев-Доэн. Э. Семья Аксиринский Папируса суда сходится в том, что мать Сапфа звали Клейда и что у нее была дочь, которая носила тоже имя. Строка Папируса гласит, у нее была дочь Клейда, которую она назвала в честь своей матери. Клейда упоминается в двух сохранившихся фрагментах стихотворений Сапфа. В 98-м фрагменте Сапфа обращается к Клейде, говоря, что не сможет достать ей украшенную ленту для волос. 132-й фрагмент полностью звучит так. У меня есть прекрасное дитя, похожее на золотистые цветки, моя дорогая Клейда, которую я небы за всю Лидию или Милой. Эти фрагменты часто истолковывают как относящиеся к дочери Сапфа или подтверждающие, что у Сапфа была дочь по имени Клейда. Но даже если принимать биографическое прочтение стихотворения, это не обязательно так. В 132-м фрагменте Клейда названо греческим словом «пейс», которое также может означать рабыню или любую юную девочку-ребенка. Возможно, что эти строки или другие похожие на них, были неправильно поняты древними писателями, что привело к возникновению ошибочной биографической традиции, дошедшей до наших дней. В 102-м фрагменте лирическая героиня обращается к Милой Маме, из чего иногда делают вывод, что Сапфа начала писать стихи, когда ее мать была еще жива. Согласно большинству исторических источников отца, Сапфа звали скамандронем, он не упомянут ни в одном из сохранившихся фрагментов. В Герои Дыхуавиде Сапфа оплакивает его такими словами. «Шесть моих дней рождения прошло, когда кости моего родителя, собранные из погребального костра, выпили раньше времени мои слезы». Возможно, Овидий написал эти строки по мотивам не дошедшего до наших дней стихотворения Сапфа. Сапфа писали, что у нее было три брата – Ириги, Ларих и Харкс. В Аксиренхеском Папирусе говорится, что Харкс был старшим, но Сапфа больше нравился младший Ларих. Афиней писал, что Сапфа хвалила Лариха за то, что он разливает вино в здании администрации Метилены – учреждении, которым служили молодые люди из лучших семейств. Это свидетельство того, что Сапфа родилась в аристократической семье, согласуется с изысканной обстановкой, которая происходит действие некоторых ее стихов. Геродот, а позднее Страбон, Афиней, Овидий и Суда рассказывают об отношениях между Харксом и египетской куртизанкой Радопис. Геродот, чье произведение относится к самому древнему источнику, упоминающий эту историю, сообщает, что Харкс выкупил Радопис из рабства за большую сумму. И после того, как он вернулся с ней в Метилену, Сапфа раскритиковала его в стихах. Страбон, живший четырьмястами годами позднее, добавляет, что Харкс торговал лесбосским вином, а Сапфа называла Радопис Дариха. Афиней, спустя еще двухсот лет, называет куртизанку Дариха и заявляет, что Геродот перепутал ее с Радопис, совершенно другой женщиной. Он также цитирует эпиграмму Посидипа, которая относится к Дарихе и Сапфа. Основываясь на этих рассказах, ученые предположили, что Дарича может упоминаться в стихах Сапфа. Ни один из сохранившихся фрагментов не содержит этого имени полностью, но часто считает, что во фрагментах 7 и 15 есть обрывок слова «Дариха». Современный исследователь Джо Лидов подверг это предположение критики, утверждая, что предание о Дарихе не поможет восстановить никакие фрагменты стихов Сапфа и что оно произошло из произведений Кротина или другого комика, жившего в одно время с Геродотом. Однако вновь обнаруженные в 2014 году на античном папирусе тексты Сапфа подтверждают интерпретацию Афины и Посидипа и одновременно уточняют Геродота. Харакс действительно был влюблен в гетеру Дариху и хор, руководимый Сапфа, порицал его за это в песнях. Геродот неправильно отождествил упоминаемую у Сапфа Дариху с известной гетерой Радопис, жившей много позже. Суда – единственный источник, в котором говорится, что Сапфа была замужем за очень богатым торговцем по имени Керкел, который жил на Андресе и что он был отцом Клейды. Это предание, возможно, было шуткой, придуманной комическими поэтами, так как слава суды Керкел с Андреса буквально означает «членать мужчины». Изгнание время жизни Сапфа было периодом политических волнений на Лизбосе и выдвижения Петтака. Согласно Поросской хронике, Сапфа была сослана на Сицилию между 604 и 594 ГГ. Цицерон отмечает, что ее статуя стояла в здании администрации Сиракуз. В отличие от стихов ее друга Алкеи, сохранившееся произведение Сапфа почти не содержит намеков на политические условия. Главное исключение – это 98-й фрагмент, который упоминает изгнание и показывает, что Сапфа недоставала некоторых привычных ей предметов роскоши. Ее политические симпатии могли принадлежать партии Алкея, хотя явных доказательств этому нет. Но обычно предполагается, что Сапфа в какой-то момент вернулась из ссылки и провела большую часть своей жизни на Лизбосе. Легенда о Фаоне – предание, уходящее корнями по крайней мере в работе Минандра, предполагает, что Сапфа покончила с собой, сбросившись с левкатских скалок неразделенной любви к паромщику Фаону. Современные ученые считают эту историю недостоверной, возможно, придуманной комическими поэтами или основанной на неверном прочтении повествования от первого лица в небиографическом стихотворении. Отчасти эту легенду могло породить желание доказать, что Сапфа была гетеросексуальна. Творчество В основе лирики Сапфа лежат традиционные фольклорные элементы. Здесь преобладают мотивы любви и разлуки. Действия происходят на фоне светлой и радостной природы. Журчание ручьев, курение благовоний в священной роще богини. Традиционные формы культового фольклора наполняются у Сапфа личными переживаниями. Главным достоинством ее стихотворения считается напряженная страстность, обнаженное чувство, выраженное с чрезвычайной простотой и яркостью. Любовь в восприятии Сапфа Страшная стихийная сила, сладостно-горькое чудовище, от которого нет защиты. Сапфа стремится передать свое понимание синтезом внутреннего ощущения и конкретно чувственного восприятия. Естественным образом, такие эмоции не могли брать начало только в традиции. В жизни Сапфа известны случаи, оказавшие, возможно, непосредственное влияние на эмоциональный строй ее творчества. Например, Апулей сообщает историю о том, как брат Сапфа Харакс, занимавшийся виноторговлей, в одной из своих поездок в Египет влюбился в прекрасную куртизанку Родепу. Когда за огромную сумму он выкупил ее у прежнего хозяина и привез на Лизбос, Сапфа сама потеряла голову от чувства крадапе. Брат, обнаружив такое, не нашел ничего лучше, как уехать из дома вместе со своим приобретением. Наряду со стихотворениями, предназначенными для исполнения в Фиасии от Сапфа, сохранились также фрагменты, рачитанные на широкую аудиторию, например, эпиталами, традиционные свадебные песни, отображавшие прощание невесты с девичеством, предназначенные для исполнения хором юношей и девушек перед входом в брачный покой. Эти стихотворения отличались не столько страстностью, сколько наивностью и простотой тона. Извечные мотивы поэзии этого рода – соловей, розы, хариты и род пейто. Весна присутствует в сохранившихся фрагментах стихотворений Сапфа постоянно. Особенное значение Сапфа придает розы. Винке Миллягра ей посвящен этот цветок. Гимны Сапфа, как большинство ее песен имели, как показывает Т. Г. Мякин. Отношения к культу Артемиды, Геры и Афродиты, но при этом отличались субъективным характером. Их называли призывными, так как каждый обращен к какому-либо божеству. Наконец, Сапфа приписываются и легии эпиграммы. Поэзия Сапфа была посвящена любви и красоте. Красоте тела девушек-эфебов, торжественно состязавшихся с ней у храма Геры на Лизбосе. Любви, отвлеченной от грубости физиологического порыва, культу чувства, надстраивавшегося над вопросами брака и пола, умерявшего страстность требованиями эстетики, вызывавшего анализ аффекта и виртуозность его поэтического условного выражения. От Сапфа выход к Сократу. Недаром он называл ее своей наставницей. Вопросах любви, сексуальности поэтический кружок. Центром поэзии Сапфа является любовь и страсть к разным персонажам обоих полов. Слово «лезбиянка» происходит от названия ее родного острова Лизбос, а в английском языке также используется образованное от ее имени слово «сапфический». Оба этих слова стали применяться для обозначения женской гомосексуальности только в XIX веке. Лирические герои немногих ее стихотворений говорят о страстной влюбленности или любви к различным женщинам. Но описания телесного контакта между женщинами встречаются редко и являются спорными. Неизвестно, были ли эти стихи автобиографичными, хотя упоминания о других сферах жизни Сапфа встречаются в ее произведениях. И ее стилю бы соответствовало поэтическое выражение также и этих интимных переживаний. Ее гомоэротику следует понимать в контексте VII века до н.э. Стихи Алкея, а позже Пиндара, описывают сходные романтические узы между участниками некоторого кружка. Алкей – современник Сапфа. Говорил о ней так, с фиалковыми кудрями. Чистая, нежно улыбающаяся Сапфа. Философ III века Максим Тирский писал, что Сапфа была смуглой и невысокой, и что в отношениях с подругами она была похожа на Сократа. Как иначе можно назвать любовь этой лесбийской женщины, если не искусством любви Сократа? Ведь они, кажется мне, понимали любовь по-своему. Она любила женщин он мужчин, ведь они, как говорят, любили многих и были увлечены всем прекрасным. Кем были для него Алкивиад, Хармит и Федор, тем были для нее Гирина, Атида и Анактория. Викторианскую эпоху было модным описывать Сапфа как директрису пансиона благородных девиц. Как указывает Пейдж Дюбуа, эта попытка сделать Сапфа понятной и приемлемой для британского высшего общества была основана скорее на консервативных чувствах, чем на исторических фактах. В скудном сборнике сохранившихся стихов Сапфа ни разу не упоминается об учении студенты, школы или преподавателей. Бернет, как и другие ученые, включая С.М. Баура, считают, что кружок Сапфа был в чем-то похож на спартанские военные лагеря для мальчиков или священной религиозной группы. Но Бернет уточняет свой довод, замечая, что кружок Сапфа отличался от этих современных ей примеров, поскольку участие в нем, по-видимому, было добровольным, нерегулярным и до некоторой степени многонациональным. Тем не менее, остается представление о том, что Сапфа руководила некоторого рода школой. Тексты, составленные в Александрийский период, корпус произведения Сапфа насчитывал девять книг, расположенных отчасти по метрическим рубрикам, отчасти по видам Мелоса. Из произведений Сапфа до нашего времени дошло около 170 фрагментов, в том числе одно стихотворение целиком. Особого внимания заслуживают следующие фрагменты. Первый – единственное дошедшее до нас целое стихотворение Сапфа, в котором поэтесса, жалуясь на безответность своей любви, призывает на помощь Эфродиту. Второй – в котором поэтесса, мучимая ревностью, раскрывает свои чувства. Третий – сравнение некой красавицы с луной, перед которой меркнут звезды. Двадцать восьмой – обращение к Алкею в ответ на его любовное признание. Пятьдесят второй – в котором Сапфа жалуется на одиночество в тишине ночи. Шестьдесят восьмой – часть стихотворения, в котором Сапфа предсказывает безвестную судьбу женщине, чуждой культу Мус. Восемьдесят пятый – посвященной дочери. Девяносто третий – посвященной красавице, которая сравнивается с румяным яблоком. Девяносто пятый – обращение к вечерней звезде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова